Предвыборный штаб Марии Бароновой всю неделю пишет письма. 15 тысяч благодарностей тем, кто поставил за Баронову свою подпись. Многие жители на встрече говорят, мы пойдете ли вы набор? Нет, мы не пойдем на набор. Ну да, мы поставили за вас подпись, но все равно вы сейчас сразу ничего не сделаете, а потом, ну зачем, вы даже ничего не обещаете. Теперь главная задача это убедить всех этих людей, которые за нас подписались, дойти 18 сентября до выборов и, ну как бы, просто на них появиться. Идея с письмами возникла случайно, это была импровизация, как и многое, что придумывают в штабе. Недавно решили разослать листовки с фотографии паспорта Бароновой, чтобы люди не боялись давать свои паспортные данные. Мне пачками, десятками звонили люди, каждый день спрашивали, где можно подписаться, просили прислать к ним волонтеров. Большинство людей в штабе работают на выборах в первый раз, практически все студенты, но работают больше 8 часов в день и получают за это деньги. Для самой Бароновой все тоже в новинку. У них нет административного ресурса. Баронову официально поддерживает бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, но он помогает именем и площадкой. Его кандидаты – это часть проекта «Открытые выборы». Деньги на компанию собирают так же, как и все, с помощью пожертвований. У нас заложен фондрайс, и поэтому мы собираем деньги. Денег нам всегда ни на что не хватает, потому что у нас очень много работы, очень много людей, нужно все время печатать что-то. Маша взяла кредит на эту избирательную компанию. Сбор подписей отнял много времени. Кандидатам Марию Баронову зарегистрировали только 13 августа. После этого все силы нужно было направить на агитацию. Одномандатники в Москве и еще в нескольких регионах не участвуют в дебатах на телевидении. Их слишком много, а эфирного времени мало. Остаются только встречи с избирателями. Людям, наоборот, нравится, что человек к ним приходит ровно такой, какой он есть, не пытается спрятаться там за масками, за пиджаками и так далее. Вот душа нараспашку. На каждую встречу с Бароновой приходят меньше людей, чем им хотелось бы. Узнаваемость растет, но тоже не быстро. Жители в большинстве своем, они в апатии находятся, они не верят никому. Они не верят никаким политикам, они, конечно же, ненавидят партию Единая Россия, точно так же они ненавидят всех остальных.